пойдем дальше и так характеристика сихотолинский абрикос вес 20-25 грамм кисло-сладкие достаточно только на отдельных чуть-чуть покрупнее но мне начинает казаться что вот когда они за кого-то извините не закончил разговор музыка когда они начали засветать а рядом-то королевский а рядом с украинский вот этот персиковый а рядом с серафим а рядом позднее филиппева буквально в метрах как вы думаете мы зря что говорили про это чертовки тети телегонин это не они сделали их съедобными ведь первых вспомнил первый заплодоносил уже ужас был его есть было нельзя вообще где-то на пятый год один запрос на шестой год сразу все вот что было то было а дальше вуза сами будете нам рассказывать они же теперь гибридны уникультурная папа что будет именно с эти котики я сам не знаю не знает никто ни один секунд на планете вся задача такая покупали лотерейные билеты хоть раз в день покупали на что надеялись на чудо давайте дальше надеяться на чудо александр лицких если есть срочная необходимость из-за переезда пересадить или прикопать сея цепешка груш а лист еще зеленый набрали высоко вероятно что не перенесут пересадку или можно то есть есть необходимость пересадить а лист еще зеленый значит мы начинали у нас есть у железовых три срока пересадки люби слой понятно рассматривать не будем а осенью ранее зеленым листом и позднее уже сброшенным листом например посылки отправляем уже со сброшенным листом а себе пересаживаем все зеленым во первых они зеленый лист он имеет плюс когда он продолжает продолжает лист зеленый пересаженный верхняя часть отрезается а нижняя часть зеленым листом он еще продолжает он продолжает помогать вызревать почки а почка самое главное вызревает почка тогда перенесет зиму и получается для нас это нормально для урала я считаю тоже нормально вот пересадить прикопать сеянцы персиков груш а лист зеленый прикопать желательно конечно перед самой зимой а вот просто пересадить тут проще пересаживайте и персики и груши персики придется защитить потом ближе к зиме я покажу это выросил десяток еще персиков сеянцев я их накрою коробками да я вам показывал как я накрывал коробками так же и груши переживут главное груши не прикапывать вот так вот как классика они сгнивают проверено мной они просто сгнивают вместо зимы вдруг дожди пойдут вот теперь сгнивают 100 процентов а про это никто нигде не пишет если пишут схему прикопки саженцев они касаются и груши всего абрикосы и груши прикапывать нельзя поняли да получается что речь идет только о посадке посадили но защитить от мороза помните я не говорил закапывать засыпать все снегом могут сопреть груши сопривает абрикос сопривает персики частично сопривает значит ну что такое пересаживание саживание ну полметра ему тем более плюс обрезка сильная он может по колено полметра на коробке продают под холодильника двухметровой высоты вот такие на вытянуты рук тоже уже двух и трех и четырех метровый персик укрывать ой смысе с трех годовалый укрывать вот еще ответил как мог сериал с вами здравствуйте лабасов здравствуйте татьяна федосеева дорогой наш валерий картиныч у меня не открывается никакая ссылка на каталог кустик семечек отправлен два письма ответа нет пришлите каталог письма знаете если это было не сегодня а раньше то тут какая-то ошибка почему потому что я отвечаю всем это мой заработок допустим я сейчас нажал вот ваш электрональность так вот куда я попал вот тут я растерянности если ваш электрональность почему я сюда попал наверное есть второй путь возможно его надо будет скопировать возможно его надо будет попробовать вам отправить таким путем но сейчас у нас время еще есть позволяет вот попробуем смотрите написать письмо кому вот ваш электронный адрес так тема ладно прикрепить файл я прикрепляю свой каталог напоминаю скидка тем кто на него сошлется каталог вот он каталог а теперь интересно отправиться или нет сейчас я не отправляюсь отправить письмо отправил я надеюсь что я вам помог вот другое дело как это два раза а я же не видел его два раза вот видите здесь вашего письма письма нету да ваше письмо тут нету ладно проехали возвращаемся туда где мы были в общем смотрите я вроде бы вам отправил если не опять не будет ну давайте на ватсап закажите может быть там получится так светлана это комиссия вредительская это я понял уже комиссия по защите науки создана для ненапустения наших талантливых открытий большую науку посмотрим посмотрим посмотрите кто возглавляет я раньше знал кто возглавляет но прошу лет десять когда я вот так вот господи а чё же для чего она нужна правда она вредительская человек пишет вредительская вот вы понимаете что должно быть после того если вдруг ознакомиться в принципе вот с этим всем и тогда придется вообще перестраивать всю работу всех начинает не преподавательскую работу это надо научить профессоров то чего знаете вы и я больше никто пока такие супер специалисты как реплика это один на миллион я имею ввиду главный редактор журнала вон он здесь есть видит вот ладно идем дальше вредительская ну может быть она не вредительская но там такие же люди работают если где-то когда-то было написано что этот самый лысенко это брак значит все что умного придумал и когда не будет это же как раз и тормозит науку а мичурин попробуйте отделить зерна плевел ведь написал за что это что не получится ничего из косичек если они были с привитых деревьев с них уже не выросли с ним написал же не вырубишь топором а где-то неправильно Данила Н привет всем а нет так это не то привет всем так Влад Нижнедолгород я бы не заявил иском бодр рассчитал лучше в землю шорту чем добавил аж 3 дерева почему нет уже во первых я хочу вам поплавиться почему у меня нет у железа во первых есть была у меня есть особый снимок я ее взял у боднара черенок привил у меня на этом дереве было два это особое дерево это принцип может я потом найду отдельно покажу почему и нет она упала ураганный ветер у меня упало десяток деревьев молодых вот и упало именно яблониозерийское то что считал бодро рвучим зимнюю сортов это я вам Влад рассказал да он считал он я много еще помню у меня избирательная память хотя я не помню целые годы с памяти стерты целые годы просто нету и не было этого года а про жерийское помню почему он говорил так набиваем погреб яблоками зимними а у него же коллекция это одна из лучших в Сибири приходит зима пока мы не съедим заилийское до последнего яблочко мы к остальным не прикасались вот почему считал я это самый лучший сорт потому что вся семья восемь всех ели именно заилийское тут спасибо что вы напомнили это именно я это рассказал еще раньше в статьях может в фильмах у Чернобаева три дерева да наверное три я сейчас его не помню а у Железова нет вот она так погибла тогда а где мне посадить а у сказали бы так это почему нет у Железова это вроде звучит вот поймите это звучит как упрек почему нет уже как лучший сорт а у Железова нет значит он не зарабатывает значит что это тут не то а не то это просто объясняется поехал Сергей Железов что же он сказал мне нужна земля а ему сказали бы поняли не расшифровывать достаточно этого вот а рядом тысячи гектаров зарастают прямо вот бывшие эти пахотные земли тысячи гектаров зарастают лесом и уже зарастили вы знаете пять шесть метров семь восемь сосна все нету больше пахотных земли а несколько сотен нету это я как бы Влад вы меня заставили разволноваться да есть еще вариант а у Железова нету кто то сказал да я сейчас его вышлю там помните я рассказывал лет десять назад пятьдесят тысяч за сутку были огромные деньги и соседи два брата один сказал пятьдесят тысяч за сутку а всего десять то есть полмиллиона забирайте гоните полмиллиона а я уже до этого потратил уже миллион с лишним своих кровных вот тех что на вас зарабатывают вот никаких то там еще которые урвал от тех же детей чужих которые это не хватает даже на школьный обед или на лекарство вот всякое в жизни бывает а здесь получилось так что второй брат говорит я против спорили не продали по пятьдесят тысяч сотку десять соток полмиллиона нам а сейчас там я показывал как за десять лет выросли такие огромные эти я показывал фотографии они сейчас у меня есть березы это вместо того чтобы там рос прекрасный сад мы бы эти десять соток порастили бы и тогда бы было бы в ней жилийское а другой сосед продавал уже сотка миллиона десять соток за миллион сто тысяч тут уж я развел руками все ну это уже никак а никто миллион не подарит и вы не подарите Влад а здесь вот такой какой-то извините но какой-то упрек что же там такой неполноценный у этого покойного Бодлера было у Чернобаева аж 3 ажелезон где мне садить то у меня до сих пор шелковица одна немного вот погибнет и больше деревьев не будет ну ладно я разволновался извините Влад вот может не просто сказать почему Валерик Васильевич у вас нету может у вас денег не хватает на землю прикупить может у вас не хватает здоровья уже вот а то чем еще объяснить а то почему нету железа это какой-то упрек но я как мог на него ответить не знаю что не знаю что не знаю или что что было то что это не знаю что Продолжение следует...